всех приветствую дорогие друзья и сегодня у нас будет не видео обзор а видео на 5 минуточек все просто потому что на столе у меня ковер от компании озон модели origin или origin или оригин называйте как хотите и почему видео на 5 минут да просто потому что этот ковер у меня уже был на обзоре народ скажет док ты чё белины объелся такого ковра у тебя не было на обзоре а я повторюсь был и он назывался экстрифай копенгаген вульс это не что иное как клон и вы знаете здесь не подходит определение очень похож практически идентичен и так далее и тому подобное все просто потому что он является точной копией того самого аем ковра который нам продает экстрифай по 30 евро но 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 данный ковер спасибо большое за предоставленный образец компании place for pro данный ковер у них стоит сейчас по скидке в честь 23 февраля в районе 1300 рублей то есть это меньше полутора тысяч рублей это дешевле всех киусе киев это дешевле копенгаген вульс это дешевле всей линейки экстрифайских ковров и при этом он является точной копией на мой взгляд он является лучше нежели стилсириес киусе кей мне ковер копенгаген вульс свое время очень понравился он у меня на постоянке ну вернее в рокировке постоянных ковров и данный ковер имеет те же самые плюсы ну давайте пробежимся обо всем по порядку ну во первых единственное чем он отличается это тем что здесь присутствует вот такой принт кому-то он может не понравится мне он нравится он вполне себе такой футуристичный не совсем вычурный приятный не напрягающий глаза но здесь присутствует пара моментов и несмотря на то что я не словил никаких проблем с ним я бы хотел оговориться здесь присутствует два вот таких вот ярких пятна то есть серый цвет через голубой переходит в белый и вот здесь вот некоторые неустойчивые сенсоры могут давать брык могут срываться могут залипать могут тормозить могут как-то выдавать свое неудовлетворение вашей поверхностью это наверное единственная проблема которая может случиться с этим ковром если у вас какой-то неустойчивый сенсор если вы замечали за ним какие-то огрехи в остальном рисунок меня более чем устраивает далее мы имеем стандартные размеры 45 на 40 сантиметров и толщина 4 миллиметра поверхность абсолютно идентичная в правом верхнем углу будет ссылка на обзор ковра экстрефай копенгаген вульфс вы можете все посмотреть подложечка абсолютно такая же средненький такой вот средненькая пенорезинка с фактурой для предотвращения скольжения однако это не совсем работает на моем столе несмотря на то что усиле надо приложить ощутимое но все равно ковер катается строчка у нас абсолютно стандартной экстрефайской то есть это не такая рыхлая строчка как урок от тайта control здесь она чуть более плотная чуть более мощная чуть более аккуратная опять же снизу тоже никаких различий ну единственное что я не буду говорить за все ковры озон origin у меня попался ковер с плетением вертикальным это может быть вызвано тем что не соблюли технологию производства может быть не заметили как расположен расположено плетение в общем китайцы китайцы еще раз китайцы неправильно не развернули на 90 градусов кусок ткани нарезали ее и получили вот такую замухрышку по той простой причине что в при горизонтальном проведении мышью чувствуется чуть большее сопротивление чем по вертикали ну и давайте быстренько опишем скольжение на этом ковре она приятная тихая маслянистая очень хороший контроль на мой взгляд именно линейности движения хороший плавный без залипания старт хороший стоп хорошая реакция на тот момент когда вы начинаете прижимать мышку ковру трение увеличивается в общем очень приятный ковер опять же посмотрите как он переливается на свету такие ковры уже выпускала компания тесура у нее называется аегис такой ковер мы уже видели от компании asus модели strix speed такое мы видели в копенгаген вульвес от компании экстрифай и вот такой вот озон origin по вполне себе демократичной цене в общем ковром я доволен ковер хороший ковер на мой взгляд классный да не без недочетов вот эти вот места для некоторых мышей могут оказаться критичными подложка стандартная абсолютно ничего уникального в ней нет это тоже естественно небольшой минус но зато приятная поверхность простроченные края и огромный размер ну и естественно стоимость я надеюсь вам понравилось это небольшое видео всем спасибо за внимание и пока пока